День из дворяшин Служить идут, уклонистов мало. Таковы итоги осенней призывной кампании. Деньги вместо земли. 67 многодетных семей получили по 210 тысяч рублей. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в очередной раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил вынести пакет поправок в Конституцию, а также озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества. Ключевые темы – послание в нашем видеоматериале. В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Родителям первенца с 1 января 2020 года планируют предоставлять выплату в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч. После третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. Таким образом, подчеркнул глава государства, семья с тремя детьми сможет вложить в жилье более миллиона рублей. Также президент объявил о продлении программы мат-капитала до 31 декабря 2026 года. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Также президент поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года. Предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 года. Кого затронет эта мера и как, полагаю, она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть, действительно, со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли все оформить без очередей и преград. Или дистанционно через соответствующие государственные порталы. На первом этапе нуждающиеся семьи будут получать половину минимального размера оплаты труда. Это 5,5 тысяч рублей. Если этого недостаточно, то со следующего года они начнут получать в два раза больше. По оценке министра финансов Антона Силуанова, потребуется на реализацию этого в 2020 году около 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета. И буквально два часа назад премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции, передает ТАСС. К другим темам. В Котласе подвели итоги осеннего призыва на военную службу. Он завершился 31 декабря 2019 года. Как прошла призывная кампания, рассказывает Елена Нилаева. Осенью 2019 года для прохождения военной службы по призыву было направлено 176 человек. Больше всего призывников отправились служить на Северный флот. Часть была направлена на западный и центральный военные округа. План призыва выполнен на 100%. Из общего количества призванных на военную службу было отправлено 7 семейных молодых людей и 18 человек было с высшим образованием. По информации военного комиссара Вадима Шумилина, уклонистов по сравнению с прошлыми годами стало в разы меньше. Сейчас их зарегистрировано всего 12 человек. В настоящее время работа по их поиску продолжается. Ну а большое желание молодежи отправиться в армию связано с тем, что сейчас для призывников на службе созданы комфортные условия. Имеются обслуживающие организации, которые занимаются приготовлением пищи и уборкой территории. А военнослужащие занимаются исключительно учебой и несением боевого дежурства. Кроме этого, свою роль сыграл федеральный закон, который ограничивает и запрещает работу в силовых, муниципальных, федеральных структурах без военной службы по призыву. Ребята идут на службу в вооруженные силы, можно сказать, с удовольствием. Служба составляет период всего лишь один год. И в настоящее время условия на службе более комфортные, чем были в предыдущие годы. Сложилась уже такая практика, когда после прохождения срочной службы примерно 15% военнослужащих заключают контракт и продолжают защищать родину. Профессия офицера престижная. Он получает довольно адекватное денежное довольствие, обеспечен жилыми помещениями и имеет очень много льгот. Весенний призыв 2020 года начинается 1 апреля. Глобальных изменений для новобранцев не предвидится. Продолжаем. Согласно областному закону, многодетные семьи взамен земельного участка имеют право на получение денежной компенсации. Сумма выплаты составляет 210 тысяч рублей и предоставляется она однократно. Сколько семей уже получили компенсацию? Смотрите далее. Этой льготой, по данным отделения социальной защиты населения по Котловскому району, воспользовались уже 67 многодетных семей. В итоге обратилась 71 семья. Двум сегодня будет назначена мера социальной поддержки данная и двум семьям отказано. По причине того, что они соответствуют порядку, то есть условия не соблюдены данными семьями. Я думаю, что они пересмотрят документы и впоследствии будет им предоставлено мера социальной поддержки. Данная выплата предоставляется поэтапно, исходя из даты включения в реестр многодетных семей. Соответственно, в этом году право на ее получение имеют семьи, включенные в реестр до 31 декабря 2017 года. Таких семей в Котлосе 374. Для предоставления денежной выплаты им необходимо до конца 2020 года подойти в отделение соцзащиты по адресу Котлос, Ленина, 16, 6 кабинет. О времени приема можно узнать на официальных сайтах учреждения и города. Что касается самой выплаты, то просто так истратить данные средства не получится. Ее можно направить только на приобретение жилого помещения, на приобретение квартиры или ее части при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, на создание объекта индивидуального жилищного строительства, на приобретение объекта незавершенного строительства, а также на уплату поевого взноса в жилищных кооперативах. При этом все жилые помещения должны быть расположены на территории Архангельской области. Ну а после получения денежной выплаты многодетная семья исключается из реестра на предоставление земельного участка. Добавим, что всего в 2019 году в отделении соцзащиты за разными льготами обратились более 26 тысяч жителей Котласа и Котласского района. Семьи, имеющие детей, таких у нас обратилось за мерами социальной поддержки 2280 семей. Получают меры социальной поддержки 867 многодетных семей. Государство социальную помощь получили 1142 семьи. Получатели меры социальной поддержки – это ветераны Архангельской области, реабилитированные, репрессированные. Таких составляет 16 842 гражданина. Что касается федерального регистра, это инвалиды, участники войны, ветераны войны, ветераны боевых действий и прочее. Таких у нас составляет 7 945 получателей. Ну а всего, по данным соцзащиты, постоянными мерами соцподдержки пользуются более 32 тысяч человек. Впервые в Котласе по случаю православного праздника Крещения Господня планируют оборудовать Иордань. Крещенские купания будут проходить в оборудованной купели на реке Северная Двина возле кафе «Серебряный дождь». На территории купели будут выставлены палатки для переодевания и организованная раздача горячего чая. При этом у Иордани также будут дежурить сотрудники экстренных служб. Сразу после освещения купели с 18 часов 18 января до 2 часов ночи 19 января. А затем после перерыва с 10 утра до 24 часов 19 января. Конкурс видеороликов, который весь декабрь шел на Котлас ТВ, познакомил нас с удивительными, очень талантливыми людьми. Один из них Анатолий Степанович Махин, сегодня котлошанин. Один из немногих на юге области владеет игрой на старинной тальянке. Освоил этот инструмент наш герой уже на пенсии. Анатолию Степановичу Махину 81 год, а его верной подруге тальянке целый век. Ей говорят больше ста лет. Она вроде как изготовлена в старом Сальвичегодске. Тальянка, на которой когда-то играли в каждой северной деревне, сегодня экзотика. Впрочем, как и люди, которые владеют ей. Неудивительно, что на разные конкурсы и концерты Анатолия Степановича регулярно приглашают в качестве гвоздя программы. Например, в грядущем феврале он собирается в Вологду на масштабный фестиваль гармонистов. Почему тальянка? Потому что эту гармонь привезли из Италии. И говорит, идет по деревне. Он играет уже. Говорят, о, идет итальянец. Итальянец. И дали название не это, а тальянка. Тяга к гармонии у Анатолия Махина была всегда. Родом он из Бабаевского сельсовета. Вырос на народных мелодиях. С детства сам играл на хромке. Этот инструмент в доме был всегда. А вот тальянку начал осваивать лишь в 62 года. Когда, отработав 42 года в электросетях, на пенсии устроился в гамму электриком. Анатолий Степанович самоучка. Играет в основном котловские наигрыши. Кто их сочинил, гармонист не знает. А звук воспроизводит по детским воспоминаниям. Говорит, и раньше в деревнях каждый тальяночник играл без нот. Исключительно на слух. Я расскажу вам один случай. Я приехал на Вотложму. Мы тут что-то с женщиной разговаривали. Я говорю, у вас тут это самое гармошки. Думаю, вот купить бы это самое гармошки. А она говорит, вот этот дом, мужчина, говорит, у него есть гармошка. Русская-тальянка. Ну вот, мы с ним познакомились. Он мне вынес веранду. Я заиграл. Говорит, ты родина из Бабаева или из Ревожа? Так сказал. Потому что игра только такая там, говорит. На Вотожме другая. В Старом Соличегодске, там Коряжме тоже другая. В жизни Анатолий Степанович такой же жизнерадостный, как и его тальянка. Правда, играя на ней, он становится очень серьезным. А вы такой серьезный, когда играете? Вы о чем думаете? Как бы не спутаться. Вот чего. Потому что я редко теперь действительно беру. Редко. Раньше я на хромке в Бабаеве самый лучший играл. Веселая тальяночка поднимает настроение. И именно в этой звонкой музыке из далекого детства Анатолий Степанович черпает и свой оптимизм, и неиссякаемую энергию. Ну а следующая информация для городских красавиц. Котловский дворец культуры объявил набор участниц на кастинг-конкурсом Мисс Котлос 2020. О том, что грядет кастинг-конкурса Мисс Котлос 2020, в группе городского ДК сообщили 9 января. За пять дней поступило уже шесть заявок от городских красавиц. Всем им по 16-17 лет. И почти все школьницы. Кстати, у многих девушек поистине модельный рост более 170 сантиметров. А вот внешние данные по выбранным ими фото для анкеты оценить сложно. Черты некоторых красавиц скрывают волосы, очки или неудачные ракурсы. Так что, будущие соискательницы, делайте выводы. Подать заявку на участие в кастинге можно еще в течение месяца. 15 февраля на кастинге жюри выберет шестерку самых красивых девушек, которые поборются за титул Мисс Котлос 2020. Критерии для участия в конкурсе следующие. Возраст от 16 до 25 лет. Рост выше 165 сантиметров. Статус не замужем. И прописка в Котлосе или районе. Подать заявку на участие в кастинге можно в группе Мисс Котлос 2020 ВКонтакте. Крупные традиционные соревнования по универсальному бою состоятся в Котлосе уже в эти выходные. Они будут интересными и захватывающими. Стать их зрителями может любой желающий. 24-й раз в этом году лучшие бойцы из 10 регионов России примут участие в очень престижных и масштабных соревнованиях по универсальному бою, первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа. На зональном уровне Котлос представят лучшие бойцы по итогам 2019 года, которые доказали свое мастерство на городском и региональном уровнях. А это около 50 спортсменов. Спортсмены выступают в двух видах. Сначала они выступают в версии лайт, это борьба, и затем они уже выступают в версии классический универсальный бой, где происходят поединки по рукопашному бою. Спортсмены будут выполнять нормативы, выполнять разряды, кандидаты мастера спорта, первого разряда. Поэтому приезжают сильнейшие спортсмены, и впоследствии эти спортсмены будут участвовать в первенстве России. Первенство и чемпионат ССФО по универсальному бою пройдут на базе Котлосской спортшколы номер один с 17 по 19 января. Торжественное открытие соревнований в субботу, 18 января в 13 часов. На этом все. Затем вас ждет прогноз погоды и афиша культурных мероприятий. Отличного настроения. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин